привет мои дорогие друзья и гости моего канала и сегодня мы будем с вами заниматься творчеством зайдя на канал буквально на днях колени из пензы хочешь быть счастливым выращивать цветы она снимала ролик как она вот такую вот красоту делает сухостой красить свои гортензии это для того чтобы мы не только сейчас радовались и такой красотой потому что скоро эта красота вся цветет и все срезанные шапочки метелочки пойдут у нас компостную яму вот ну конечно от компостной ямы тоже есть польза но когда мы сейчас любуемся да а зимой нам этого очень очень не хватает их и хотелось бы конечно видеть вот такую красоту у себя дома вот собственно говоря я и хочу снять ролик сегодня специально поехала купила краску есть краска флористическая которая стоит порядком 500 700 рублей в зависимости от расцветки я сегодня специально зашла посмотрела в общем краски конечно очень дорогие но есть вариант вот такой вот как алина говорила в ролике это краски для автомобилей то есть они тоже совершенно разные совершенно разные и стоят они в половину дешевле если вот эта краска у нас стоит 230 вот что касается серебряной и золотой краски то она немножко подороже то есть 300 рублей вот эти баллоны стоят вот эти вот но понятное дело что мы же не на один раз покупаем например в этом году мы что-то покрасили на следующий год мы также можем другой букетик составить также покрасить то есть главное чтобы хранить не на улице не где-то а дома вот тогда вам в бережении эта краска пригодится надолго друзья вот и вот сегодня мы будем с вами красить вот такие два букета это метельчатые гортензии я срезала метелочки от разных гортензий и также срезала шапочки вот такие это древовидной гортензии то есть пинканабель стронканабель то есть которые еще более-менее хотя уже древовидные уже конечно они уже они самые первые у нас распустились и самые первые начинают уже говорится пропадать метелочки но вот я выбрала то что выбрала где-то помельче то есть вы видели у меня пинканабель большие достаточно шапки но вот эти молоденькие вот еще что хочу сказать метелочки выбираем уже чтоб они распустились и полностью распустились и подготовились то есть не полу там закрытые то есть а вот именно чтобы они полностью распустились ну и также понятно что и древовидные гортензии то есть вот ну и что хочу сказать еще самое главное это налить водички налить водички вазочки до вазы можно использовать разные абсолютно разные потому что зависимости какие у вас метелки в какую вы вазу хотите поставить но вот у меня такие вазочки самые обычные вазочки других у меня нет к сожалению ну вот обычные вазочки вот такой вот букетик у меня два букетика будут стоять дома и зимой радовать друзья обязательно для чего вода для того чтобы сейчас так как я срезала метелочки так как мы их окрасим да эти метелочки для того чтобы гортензия питалась а влагой водичкой да и не увидала то есть это нам буквально но на несколько дней все краска как только закрепиться хорошо то есть пару дней и все в принципе воду можно вылить и она будет стоять у вас как живая как новенькая то есть не ничего не погибнет ничего вот ну и давайте будем с вами приступим 8 будем фантазировать с вами будем красить берем любую метелочку и давайте так это у нас оранжево-красный обязательно перед тем как перед тем как метелочку смысле красить обязательно и на расстоянии на расстоянии давайте красить интересно получается правда же смотрите какая прелесть можно где-то бачок поярче где-то по бледнее сделать то есть вот кончик я оставлю беленький вот так вот посмотрите здесь можно кончик знаете какой сделать можно сделать серебро сейчас я открою открыть сделаем немножко посеребрим кончик вот такая вот у нас красоточка получилась посмотрите какая лапусечка следующие пойдем красить поставили краска очень быстро высыхает так здесь у нас ванилка сейчас мы ее видите какая она уже достаточно такая яркая 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 и мы сейчас ее еще знаете каким цветом зима мы ее сделаем красным поехали вот смотрите какая лапочка получилась а кончик мы сделаем желтеньким серебром посмотрите ну не красота ли красота просто шикардос поехали дальше что мы сделаем вот с этой метеллочкой давайте подумаем что мы сделаем можно сделать я купила розовый цвет и будем красить смотрите какой цвет придает красивый очень красиво кстати вот розовый прямо вообще приятный цвет такой получается необыкновенный такой знаете как вам сказать более естественный что ли смотрите какой смотрите какой так а кончик мы сделаем ну кстати тоже можно золотом сделать вот что у нас получилось а друзья посмотрите ну сейчас мы будем крашивать следующими телочку так теперь у нас здесь есть голубой голубой стряхнули 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 очень красиво друзья очень очень красиво друзья очень так ну а здесь кончик я сделаю серебряный с и серебряный а у нас у 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 сделаем серебряный серебро и голубой цвет очень кстати сочетается вот посмотрите красота ведь красотище друзья и вот эту сейчас мы метелочку с вами тоже красим ее но я думаю что наверное так наверное розовый придадим ей розовый не розовый а золотистый серебристый вот такая вот красотка и кончик мы сделаем серебристый не золото и серебро вот такая вот красоточка посмотрите ну вот один букет мы с вами сделали сейчас другой будем красить очень красиво получилось очень красиво ну а вы уже сами конечно фантазируйте как вам чего вам но я думаю древовидные гортензии древовидные гортензии все-таки лучше красить однотонно так на расстоянии делайте так красить чтобы изнутри вот это зелененькая или беленькая маленькая но все-таки просвечивалась просвечивалась и чтобы это выглядело более более естественно посмотрите какая красота очень красиво получается дальше теперь мы сделаем голубой вот так вот красоточка выглядит посмотрите какая лапочка сделали голубой ну почему я голубой так эту мы покрасим так сейчас это мы сделаем оранжевую вот смотрите так что тут у нас еще есть я думаю вот эту тоже можно покрасить поярче будет все равно все равно отличаться пинка набыль вон посмотрите покрасим золото так можно было еще знаете какую друзья купить наверное что-нибудь такое фисташковое фисташковое мне кажется тоже бы было очень интересно смотрелось бы так так давайте давайте еще раз сделаем одну голубую и у нас еще останется одна маленькая веточка сейчас это вот это так ее мы сделаем серебром ну вот ну и собственно говоря смотрите что у нас получилось какая какой букет смотрите получился метельчатый ну я думаю что очень красиво получилось друзья ну а вы конечно уже сами фантазируйте какие бы вы хотели видеть краски на своих гортензиях посмотрите какой букетик получился с древовидной гортензии посмотрите как красиво а если еще и красивая ваза друзья длинная и гортензии на длинных ножках то вообще будет просто шикарно также можно использовать и злаковые тоже кстати будет очень очень красиво сочетаться ну и вот что у нас получилось из злаков то есть опять же хочу сказать кто на что гораст вот я сегодня насобирала всякие колосочки там что-то у меня дома были вот эти вот я покрасила их посмотрите в золотой цвет вот эти вот у меня свои я их называю заячьи хвостики ну вот так вот получилось вот такой вот букетик получился ну я думаю что очень даже неплохо получилось а как вы считаете друзья в общем кому понравился мой ролик ставьте лайки нажимайте на колокольчик всем вам хорошего настроения тепла и добра и до новых встреч пока 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 пока